Страны Запада считают задержание Михаила Саакашвили внутренним делом Украины. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Павел Климкин и добавил, ожидать официальной реакции не следует. Тем временем у здания изолятора временного содержания СБУ, где находится бывший губернатор Одесской области, на данный момент ситуация спокойная. А вот как развивались события накануне? Ночью далее в материале. Первым кратко о задержании Саакашвили сообщил его соратник Давид Сакваралидзе в начале 11 вечера. Затем появились подробности. Саакашвили задержали дома у бывшего начальника полиции Луганской области в одном из спальных районов Киева. Генпрокурор Юрий Луценко написал в Фейсбуке, что Саакашвили отправлен в изолятор СБУ, где и будет находиться до момента избрания меры пресечения. В ГПУ говорят, что следствие по делу экс-губернатора завершено, и в суде для него потребуют домашний арест с ношением электронного браслета. Адвокат же заявил, что политик в СИЗО объявил о начале бессрочной голодовки. Сразу же после ареста возле ИВС, в котором находится Саакашвили, обосновались его сторонники. Активисты принесли бочки для обогрева, шины, палатку, которую полицейские им не позволили установить. Сейчас там ситуация спокойная. Как известно, 5 декабря правоохранители пришли с обысками домой к Саакашвили и задержали его на крыше здания. А затем вывели и посадили в автомобиль. Сторонники политика попытались помешать правоохранителям. Между ними возникли локальные стычки. В итоге активисты вытащили задержанного из машины. Оттуда толпа направилась к парламенту. В тот же день генпрокурор заявил, что причин для ареста достаточно. По его словам, все акции Саакашвили финансируются из России. Кошельком Януковича, беглым молодоолигархом Сергеем Курченко. В доказательство этого обнародовали аудио и видеозаписи, где стороны якобы координируют действия и через посредников передают Саакашвили более полумиллиона долларов. Продолжение следует... Продолжение следует...